Уберите от меня руки! Это что ж такое, а? Это ж по улице пройти сейчас спокойно невозможно, а? Достал этот сетевой маркетинг! О, пожалуйста! Разуют, разденут, только купил у них что-нибудь. И главное, если какой-нибудь совершенно безобидный вопрос. Здравствуйте! К вам можно обратиться? Легкомысленно ответишь, да всё! Всё! Считай, что ты уже попался! Попался! Это что ж такое? Ну это ж какой-то ужас, понял? Здравствуйте! К вам можно обратиться? Да! Попался! Понял? Попался! Здравствуйте! Я представительница компании по продаже уникальной чисто чистящей пены для очищения неочищенной поверхности до чистоты очищенности. Ты сама-то поняла, что сказала, а? А? Нет! Я говорю, мне от вас ничего не надо! Всё! Идите, идите! Это что ж такое? Ну надо же, как привезу! Здравствуйте! Вижу, очень заинтересовались! Учтите! У нас всё! О чём вы только могли мечтать дешевле в два раза! Да! Да ну это ещё не сок! Так же получишь в подарок полотенце с моим изображением! Абсолютно бесплатно! Всего за 800 рублей! Как это? Ну мне жить-то на что-то надо! А мне от вас ничего не надо! Мне от вас ничего не надо! Всё! Я сказал, идите! Ну что ж такое? Надо же так! Привязалось! Вижу, вижу, вы заинтересовались! Здравствуйте! Здравствуйте! Слушайте, мы давно не виделись, да? Я что, здесь один, что ли? Вы посмотрите, сколько народу вокруг ходит, а? Я что для вас, мёдом, что ли, намазан, а? Если у вас есть надежда, пятный мёд, не отчаивайтесь! Вы не умрёте, я рядом! Да! Вам предлагается средство, которое с лёгкостью очистит всё! Кетчуп, вино, мёд, помёд! Сгинь от меня нечистую со своим помёдом! Вижу, вижу, вы заинтересовались! Здравствуйте! Женщин, не пошли бы вы, а? Здрасте! Я только пришла, никуда не пойду! Вот как только ваш лицо увидела, мне сразу стало понятно, что вам нужно! Ну что? Вот что мне от вас ещё нужно-то, а? Вам предлагается крем для лица! Нам аж крем для лица не видно подлеца! Уйдите, исчезните! Вижу, вижу, вы заинтересовались! Здрасте! Опять козе-баян, а? Какой баян? Зачем ты твой козе-баян? Купи мне лучше комплекс для похудания! Какой ещё комплекс, а? Вам предлагается набор хозяйственных сумок на колёсиках без колёс! Чё вам от меня надо, женщина? Вот вечно здравствующая, а? Вам плохо! До вас было хорошо! Хорошо, пока вот вы мне не встретились! Ой, а ты нервы открой рот! Зачем? Открой так, на дай! Вот макий! Что это? А что такое? А что вы мне сунули такое, а? Таблетка от нервов тысячи рублей! Для наших клиентов бесплатно, а то иногда дуреют! Прям по кайфу! Вижу, вижу, вам понравилось! Таблетка хорошая, её выпускает наша оборонка совместно с фирмой сельхознавоз! Фу-фу-фу-фу-фу! Ну, плю-плю-плю-плю-плю, я вам часа сама нерву успокоилась взять! Зачем? Приезжать так надо, ай! Ага! Ой, ну как лучше стало! Слушайте, а-а-а-а! Как-то улегчало, как! Слушайте, а что это за методика такая интересная, а? Это я такую собаку успокаиваю, когда она дуреет после машины! Ух-ху-ху! Так, мужчина, у вас есть машина? Да, да, есть! Вам повезло! Вы попали в аварию! Что? Ой! То есть, в акции! Что за акция? Вам предлагается специальная добавка для мотора! Ага! Такая фигня японская! Нам её привозят из Саратов и Молдавания! Одна упаковка 300 рублей, вторая за 400, 30, так как мы знакомы, за 500! Да вы что? Ну мне жить-то на что-то и надо! Да вам вообще жить не надо, понимаете? Вам вообще жить не надо! Ведьма! Ты на меня не отвлекайся, пошли дальше! Вам предлагается суперклеющий клей! Он клеит один раз и на всю жизнь! Называется ипотека! Что? Ипотека! Так, всё! Идите отсюда! Ипотека! Счастья вам при встрече с трамваем! До свидания, тётя! Это что ж такое? Ну надо же! Здравствуй, дядя! Так, всё! Наша фирма предлагает вам стульчик-сидунчик и наживку! Червяка-здоровяка! Не возьмёшь червяка, не дожить тебе до утра, тётя! Что вам нужно от меня, дядя? У меня муж дома! А для мужа купи клей и мужа к стулу приклеи! До свидания, дядя! Здравствуйте, тётя! Вижу! Вижу, заинтересовались! Ну-ка, купи чёрного хлеба! Побалуй дома деда! Больной какой-то! Мужской костюм из Китая! Для мужа-самурая! Да, у! Помогите! Вижу, вижу! Заинтересовались! Заинтересовались! Всё! 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 Хватит сидеть! Давайте! Прыгайте быстрее, быстрее! Вон, смотрите! Все ваши подруги, а! Давно уже на земле! Прыгайте быстро! Это высоко для меня! Вот если вы с нарзанки! Вообще-то я люблю экстрим! Ой! С моим первым мужем я познакомилась в горах! Он был альпинист! Был? Да! К сожалению, мы его потеряли! Ну, прыгайте же, прыгайте, а! Почему вы так хотите остаться один? Это подозрительно! Это тебя пугает и задерживает! Ну, прыгайте же! Я вас прошу! У меня сто процентов выброшенных запор! Ну, давайте, прыгайте, прыгайте! Меня никто не ждёт на земле! А что я могу сделать, а? А вы прыгните сами! И ждите меня внизу! Будете ждать, а? Ну, я вас должен пропадить, понимаете, вас, а? Нет! Вы покажете, что вы мужчина, за которым он был броситься с высоты 5000 метров вниз головой! Вот мой второй муж работал в цирке! Ой! Он был укротителем тигров! Что, тоже был? Да! К сожалению, мы его тоже потеряли! Слушайте, я сейчас позову лётчика, а он человек грубый! Он вас швырнёт так далеко, что тянете в тундре, и мы вас тоже потеряем навсегда! Ну, прыгайте, прыгайте! Подождите, а вдруг мне прошут дыряву достать? Достанете запасной! А если он дырявый? Тогда после прыжка подойдёте ко мне, я вам выдам новый! Всё, прыгайте! Не надо! Я же дама! Что же ты, кавалер, так обращаетесь со мною? Ну, вы понимаете, мне деньги за это платят, понимаете, деньги! Вот за каждую сброшенную дусу! Говорят, свою бывшую жену вы тоже здесь вытолкали, да? Ой! Деньше-то было легко! А вот в дверь выпихнуть было сложнее! Я про это знаю! Пришлось самому прыгать с вещами с 17-го этажа на парашюте! Ой, это было стрёмно! Надо говорить, не стрёмно, а экстремально! Экстремально! Экстремально, это когда парашют открылся, а до этого было стрёмно! Всё! Ну, осторожно, не надо! Вы нарушаете права человека! О, за мой! Я живу в свободной стране! И мне решать, когда выбрасываются с высоты 5000 метров вниз головой! Слушайте, лёгкий коряг сейчас перевернёт самолёт! Так что давайте прыгайте быстрее! Осторожно, осторожно! Сначала вы! Мужчины выходят первым! И Даня руку подаёт! Мне нельзя! Почему? Я не везучий! У меня руки-ноги недавно ели сросли! Ой! У меня три раза парасуд не открывался! А как же? За ноги товарищ в воздухе цеплялся! Ой! И оба камнем вниз! Все зубы выбиты! Ой! Ой! А как же без зубов-то? Ой! Товарищ отцепить меня хотел! Но я был твёрд! Удержался! Всё, выпадаем! Осторожно, не надо! Я же сам обтели могу выпустить! Ну надо прыгать, родная! Ну надо! Родная? Да! Правда? Да! Вот если вы сейчас меня поцелуете, я закричу! Я тоже! Скажите, а по каким дням у вас залёты? По вторникам и пятницам! И только? Да! Но за дополнительную плату вы можете залететь в любой день! Ой! Я бы сейчас точно прыгнула бы, если бы у меня парашют был! А за спиной у вас что? Там нет парашюта! А что там? Там суп, котлеты и компот! Зачем? Тебя угостить! Я знала, что ты у нас затянешься до обеда! Лёса! Лёс! Летим на базу! Это не парасутишка! Это буфетчица! А кто ты взялась такая? Чем занимаешься-то? Предпринимательница я! Предпринимаю, побудьте познакомиться с тобой! Господи! Я поняла, что ты как стрим сближаешь нашим с тобой деткам шестерым! Что? В будущем ты скажешь, что узнал меня в воздухе! Ешь суп! Я первый раз суп сделала! Первый раз? Да! Ешь! Нет! Ешь! Нет! Ешь! Нет! Ой! Ой! Ну вот! И его я тоже потеряла! Как все прошутки рябок достался! Петя! Вася! А, нет! Лёша! Иди по базу! Милый! Вот тебе раз! Вот тебе два! Красивый какой стал! Ну и всё! Хорёный! А я тут вспоминала о тебе! А, да! Всё-таки первый муж – это святое! Первое – это святое, это святое! Юность трепет рассвета, плавать не чувствуя! Нет! Сейчас так уже никто не любит! Ничего не чай, сейчас пройдёт! Ну так как-то всё вдруг могло и ну вот! Испокойся, успокойся! Замужем? Ну иногда! Временами! Ой, что, была счастлива! Ой! Целых десять лет! Ну-у-у-у! И на это ушло у меня всего пять мужей! Слушай, а как я тебя любила! Вот как я тебя любила! Это безумство какое-то было! Легенда! А как я тебя любила! Чего? Как в сказке! Вот что-то я не помню, а! Вот я тебя всё время на руках носил! Ты у меня с рук не сходила! Ха-ха-ха! Такие круги! О! Каждый день на ногах еле стоял! Ха-ха-ха! У тебя голова была словно шар! Шайк-тоник такой, как стебелёк! А на ней большой, пушистый, белый шар! Почему белый? Ну, ты тогда была блондинкой! Я никогда не была блондинкой! Да была-была! Ну, мне-то лучше знать! Ну что, я не помню, с кем жил сегодня! Значит, не помнишь! Я всегда говорила, что ты Дальтоник! Кто-кто-кто? Дальтоник! Да ещё к тому же и бабник! Что? Мы же поэтому разошлись! Да я всю жизнь мечтал о больших глубоких чувствах к тебе! И так, чтобы на всю ночь! Когда мне было изменять? Работа-институт, работа-институт, работа-институт! В каком институте ты учился? Вот в какой закончил, в таком учился! В таком институт ещё не придумали! Ага! Я и Генка учился! Свидетель твой на свадьбе! Я и есть Генка! С ума сойти с тобой! Генка! Ай, Генка! А я чувствую близкий человек! А кто не могу вспомнить точно? Ты уже у него был свидетелем! Ага! А с твоей стороны свидетельцей была Верка! Ну, Верка! Ну, маньячка такая! Она ещё каждому мужику на шею вешалась! Я потом был вынужден на ней жениться! А Верка, это я! Здравствуй, Вера! С твоей стороны! Ты в головаре сужи! Как жизнь? Нормально! Давай разберёмся на всякий случай! Ну, давай! У тебя кто был свидетелем? А, Генка! Ой, слушай, его тоже Генке звали! А ты у кого был свидетелем? У Виктора! А Виктор на ком женился? На Верке! О, её тоже Верке звали! Что вы что-то запутали! Кто это мы? Кто-кто? Мужики! Нет, минуточку! Что минуточку? Что минуточку? За кого вот я первый раз вышла замуж? За тебя или за Виктора? Не знаю! А кто должен знать, вспоминайте! Виктор! Первый раз женился в конце 92-го! Значит, не на мне! О, а я на тебя женился через несколько месяцев в 93-м! А я первый раз вышла замуж в 94-м! Ну, значит, не за меня! Куда разобрались? Мне ещё целоваться, если не уверены! Да не надо бросаться на шею первому встречному! Ага, половодье чувство! Да! Половодье чувство! Словолюбы! Беспамятные! Что? Нет! Это не первый муж, а третий! Вот только чей! Love story по-русски! Ой, дорогой! Да! Как ты думаешь, свитер брать с собой? Бери! А! Тебе хорошо, говорит, бери! Ага! Я в нём на юге запарюсь! Не бери! В нём-то жара, вечером прохладно! Ага! Вот без свитера как пить дать? Просто жусь и умру! Бери! Что ты заладил, бери-не бери! Тебе плевать! Жена умрёт или нет, да? Хочешь от меня избавиться? Убийца! Солнышко! Ну, делай, как тебе удобно! Вот такую мелочь не можешь решить самостоятельно! Брать же не свитер или не брать! Да бери, чёрт побери! Пожалуй, ты прав! Чё таскать с собой лишнее, верно? Не возьму! Чё б я делала без твоих советов? Ой, вот! Это с тебя наальто! А сейчас телефонный разговор Михаила Живанецкого! Алё! Алё! К тебе можно зайти? Можно! Но есть нюанс! Какой? Муж! Ах, ты замужем! Поздравляю! Ну и как? Хорошо! Это чё, муж хороший? Очень хороший! Но есть нюанс! Какой? У него семья! Так значит, он с ней! С ней, но есть нюанс! Какой? Он всё время у меня! Так значит, хорошо! Хорошо, но есть нюанс! Какой? Я люблю другого! Почему ж ты не с ним? Он меня не любит! Так значит, можно зайти! Конечно! В доме должен быть порядок! Понятно? Понятно! Ты мои коричневые ботинки почистила? Почистила! Они в шкафчике для обуви! Обед готов? Обед на столе! Пиво в холодильнике! Поздравительные открытки! Ты моим родственникам написала? Написала и отправила! Постирала, погладила! Постирала, погладила и в шкафчик положила! А почему у меня такое чувство, что в доме что-то не сделано? Ты мои коричневые ботинки почистила? Почистила! Они в шкафчике для обуви! Ну, хорошо! Машину помыла? Помыла! Кроето сменила! И в гараж закатила! Тебе что-нибудь новенькое пошила? Пошила! Смитала! На аппликацию сделала! Обои купила? Купила, купила! И комнату маленькую переклеила! О! А надо было большую! Но все равно! Так сердце у меня не на месте! Голову даю на отсечение, что в доме что-то не сделано! Ты мои коричневые ботинки почистила? Почистила! Они в шкафчике для обуви! Хорошо! Капусту для засолки! Порубила? Порубила, засолила! И на балкон поставила! Слушай, ты на целый час раньше меня с работы приходишь! Что ты еще сделала? Ой! В ЗАГС сходила, с тобой разбилась и до другого вышла! А почему его нет дома? Он дома! В маленькой комнате! Мы теперь там жить будем! А ты ему ботинки почистила? Не почистила! О! Я как только вошел, а! Я по глазам сразу понял, что в доме что-то не сделала! А в доме должен быть порядок! Понятно? Понятно! Иди! Чисти! Иди! Мужчина! Машину надо покупать! В нашем китайском автосалоне! Священный дракона! Новогодняя распродажа! Два китайских автомобиля! Мужчина по цене велосипеда! Мужчина! Покупайте машину! Новые китайские автомобили! Пожалуйста, смотрите! Ух ты! Вот это тачка! А говорят, китайцы не умеют делать автомобили! Вот это да! Машина! Красавица! Мужчина! А? Это пылесоса! Машина здесь, а! Что? Чего? Вот этот вот гибрид бульдога с носорогом, да? Сколько? Сколько? Пятьсот рублей? Вполне же надорого! На этой версии люкс! Здесь есть дополнительные опции, которые нет в базовой комплектации! Да! Фары, руль, колёта! Ничего себе! Ну а эта машина у вас, она хоть хорошая, а? Машина? Да! Засыпись! Ну ладно! А это как название у этой вашей модели-то, а? Ну небось, как всегда у китайцев, какое-нибудь подражательное, да? Название очень оригинальное! Очень! Да! Мэр Дэсэйс, Кудулак, Митюби, Себет, Фешевролак, Рури, Казель! Ух ты! Смотри-ка! А у неё спидометр! Размечен до пятьсот километров в час, а! Она чё, правда, так быстро ездит, а! Это аппетитка! Два нуля лишние! Веер для чего, а, в салоне? А-а-а! Это климатоконтроля! Если очень назарко, берёшь климатоконтроля и быстро-быстро-быстро массись! И становится... Засыпись! Чекануться можно! Опа! А чё это у вас за дырка в полу, а? А-а-а! Заметила? Ну! Это ручная тормоза! А-а-а! Если хочется тормозиться, высовывается рука и тормозится об асфальт! Тормоза засыпись! Ничего себе! А это вот что такое вот у вас? Вот такое квадратное-то, а? Мужчина! Да! Вы очень недогадливая! Моя вам будет объяснять! Ага! А-а-а! Здрасте! Чё это квадратное-то, а? Понимаете, по функцию! Круглых колёсах собирается не тисая сила! А-а-а! Да? А как же ездить? Вон здесь же углы, а! Вы не волновайтесь, а? А-а-а! Углы быстро стопятся! Дерево об асфальт быстро стопится! А-а-а! Да-то потом едет засыпись! А-а-а! Чиркануться можно, а? А чё это у вас лобовое стекло так сильно затонировано, а? Ничего ж не просвечивает, а? Это не стекло! А-а-а! Это фанера! А-а-а! А как же ездить? Через фанеру ничего не видно, а? Понимаете, по фунсую человек, а не должен видеть своё будущее! А-а-а! Ничего себе, да! А мотор у неё какой, а? Мотора? Засыпись! А-а-а! Вон послушайте звук из-под капота! А-а-а! Это же песня! Ух! Действительно песня! Слушайте, а что это за песня, а? Ну там под капота два китайца, они поют! А где мотора? А не есть мотора! В Китае очень-то дешёвая рабочая сила! А-а-а! Синкануться можно, а? А вот это что такое, вот это, а? А-а-а! 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 Заметила? Ну и ещё бы, а? Это датчик алкоголя! А-а-а! Если водителя пьяна, машина не едет? А-а-а! А-а-а! А чё ж, она у меня целый год стоять что-ли будет, а? А-а-а! Зачё мне такая машина? Можно этот вот датчик как-то вот скотчем заклеить, а? Вы не волновайтесь, а? А-а-а! Это русская версия! Да! Уже всё заклеено! Уже всё засыпить! Присесть-то можно? Модно-модно-модно-модно-модно-модно-модно-модно-модно! Это что такое? Это чё это гвозди торчат, а? А-а-а! А-а-а! Заметила? Ну и ещё бы! Это китайская медицина! Иглоукалывание! Чихануться можно! Иглоукалывание! Гвозди по пять сантиметров! Опять? А-а-а-а-а-ай-ай-ай-ай-ай! Это брата? Надо семь! Чтобы шофёра со стресла не заскальзывала! Да! Да! Опа-ня! Приехали! Где приборы? У машин-то вон приборов нет, а? Заметила? Ну и ещё бы! Понимаете, когда у вас гвозди там по семь сантиметров, вам по барабану есть прибора, нет прибора! Чихануться можно! А-а-а! Мужчина! А-а! Вы берёте машина или нет, а? Вот это вот камеру пыток, да? А-а-а! На квадратных колёсах с файерой! И гвоздями, и двумя дошираками! А-а-а! Да я знаю, что заявка есть, но телохранителей до сих пор нет! Второй день жду! Я вам объяснял, что приехал в этот город получать наследство, а сегодня вечером... Сегодня вечером я иду к тёте на день рождения и несу ей в подарок брошь! Дорогую брошь! В общем, мне сегодня необходима охрана! Хорошо! Хорошо! Жду! А-а-а! Неосмотрительно, Петя Петухов! Что такое? Кто вы? Я повторяю, неосмотрительно! Надо запирать дверь! Позвольте! Позвольте! А я её запер! Как же я ушла? Вот я думаю, как! А я прекрасно помню, что запер дверь вот на эту вот пупочку! А-а-а! На пупочку закрывает пищелёк, а не в дверь! Какие в наше время могут быть пупочки? А-а-а! Будем знакомы! Соня Самохина, бюро охраны граждан Мишень! Очень рад! Я как раз только что звонил к вам в бюро! Там мне обещали телохранителя, но его до сих пор нет! Ой! А-а-а! А-а-а! Вы в этом уверены? Не понял! Чё ж непонятного? Вы заказываете телохранитель, он перед вами! Вы и он? Чушь какая! Я отказываюсь! Ну какому идиоту! Пришла в голову мысль, сделка охранникам и женщину! Это сделанное! Для уступления бдительности преступников! А-а-а! Да! Если с вами рядом ходит привлекательная, легантная женщина, то никому и в голову не придёт, что это охрана! Её никто не тронет! А-а-а! Её? Ну какое дело мне до неё? Мне дорого собственная жизнь! И мне оно, дорога! А-а-а! Если вас пристукнут, у меня из зарплаты вычитают аж 50 долларов! 50? 50! Чё это только 50, а? Вот я тоже считаю, что много! Но именно эту сумму бюро должно издрать на ваши похороны! Что? Ой, мой, мой! Ну зачем я приехал в этот город? Зачем? Спокойно, 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 спокойно! Пока я с вами, вы можете себя чувствовать абсолютно спокойно! А-а-а! Пусть кто-то посмеет вас тронет! Вот мы идём, идём! За нами крадётся преступник! Подошёл в плотную! Пристал пистолет к затылку! Кричит, руки у меня! А я... Я сразу! Я сразу! Заела! Понимаете, он мне всё время выпадает! А вчера я уменьшила лямку, зашила! Ага, и так я сразу выхватываю пистолет! Вот так, как безопасно! А-а-а! Ну чай, мерзавец! А-а-а! Он готов! Он готов! А-а-а! Так вы согласны взять меня телохранителем? А-а-а! Согласен! Опустите ваш ужасный пистолет! Да, хорошо! Ой, вы не пожалеете, что решили сотрудничать со мной! Да! У меня огромный опыт! Кто охранял? Ювелир Сидорова? Я! А доктора Петрова? Опять я! А банкира Иванова? Покойного! А-а-а! Покойного! Кто сказал покойного? Он жив! Крошкин, боже мой! Впрочем, не совсем! Ой, 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 ой! Его действительно пристукнули! Но в тот день, когда у меня была мигрень, я не вышла на работу! А пока я ходила с ним, он был абсолютно жив! Можете не вести справки у вдовы! Ой, господи! Когда я рядом с мужчиной, господин Петухов, он никого не боится, кроме собственной жены! Ой, ой, ой! Извини-то за юмор! Работа такая! Нельзя ли мне виски налить, а? Ой! Если бы вы знали, что в этом редикюре... Как вам нравится этот арсенальщик? Я ничего себе! Я одна могу идти против дивизии! Пусть только кто сунет! Походите на ваш двойку! Ворваю гранаты и... Умоляю вас! Прекратите! Вы разнесете все вокруг! Могу! Ай, извините за юмор! Работа такая! А-а-а! Что такое? Почему вы плачете? Сейчас даже заплачете! А-а-а! Это почему-то я тоже должен заплачете, а? Бомба! Со звездочевым газом! Да! Отличная штука! Но из нее все время подтекает газ! Разработаем маршрут! Плесните мне еще виски, пожалуйста! Но, Соня, стоит ли вам пить? Вы имеете дело с пистолетом! Здесь, думаю, только я! Так! Подойдем к карте! Ага! Вот смотрите! Тут опасный перекресток! Именно здесь ухлопали бизнесмены бедро! Как? Так! И его тоже! Сам был виноват! О, Господи! Держал дистанцию на метр в длине условленной! Брються вперед! Но вы будете умницы! Вы не убежите, а тетя Соня! И если разгореться бой, я ударю им с тыла! А с флангов! Э-э-э! Нам бы хоть парочку танков! У-у-у! Соня! 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 Идите домой! Идите домой! И отдохните! Ей-богу, я дойду один! Что ж вы не доверяете? Ну! Вот мне все время кажется, что там кто-то лежит под кроватью! Где? Там! Вот до пятого ноги! Так это же! Сейчас прострелю! Не стреляйте! Не стреляйте! Это мои туфли! Как я их потом одену? Лучше ходить в рваных туфлях, чем лежать в белых тапочках! Ой, господи! С меня хватит! Я иду к тете, а вы идете домой! Домой? Да! Одно! Идите домой и отдохните, Соня! Я не пойду, Адон! Я боюсь отдохнуть! Пожалуйста, не бросайте меня! Пусть вы такой-никакой все-таки мужчина, верно? Верно, верно, Соня! Я вас провожу! Обещайтесь! Если на нас нападут, вы не будете сопротивляться! Нет, нет, Соня! Подадите им брошки! Нет, все! Все им отдам, Соня! А там кричит голова от сестры любая! Ну не дрожите ж вы так, Соня! Я вас провожу! Господи! Есть еще на свете города, где можно спокойно умереть! Соня! От инфаркта! Глядь, маскурка! Идемте, Соня, я вас провожу! Не дрожите, Соня! Не дрожите меня, пожалуйста! Не дрожите меня, пожалуйста! Коль, ты куда? Коль, я, кажется, сорвался вниз и вешу из последних сил, и силы мои, кажется, тают! Что ж ты так неосторожна, Коля? Сколько раз я тебе говорила? Смотри, Боднаки, смотри! Ты там что, уперся, что ли? Сил нет! Ты что, фонарел, что ли? Сил нету! Ведь ты расшибешься, меня аж по милициям затаскаешь! А твои родственники так на грудях у меня и повиснут! Не могу, Оль, прощай! Ой, отвязать его, что ли? Ты что там, Оль? Я просто размышляю! Взвешивайся за и против! Ага! Что в тебе хорошего, если разобраться? Ну как же, Олечка, я... Вон забор! Как упал пять лет назад, так и стоит до сих пор! Оля, люблю я тебя! Тогда вылезай! Сил нет! За такую любовь тогда сил нету! Убивать надо! Оль! А чего? А кто это там в небе кружит? Ястреб! Падает чувствует! Жить хочу! О, совсем раскис! Двоёный обязанный! Рядовой запаса! Рядовой, Иванов! Я! Равняй! Есть! Смирно! На покорение вершины шагом марш! Не могу, Оль, прощай! Ты что, испугался трудностей? А помнишь, как на тебя грабители напали? Как ты им показал, помнишь? Помню, Оль! Ну, тебя пуля так дать не смогла! О, прощай! Слушай, ты, Слобак, или ты сейчас поднимешься вверх, или я спущусь вниз и набью тебе морду? Оля, а мне теперь всё равно, что морда, что лицо. Мне теперь, Оля, о душе думать надо. Я близких лучше подумаю. Каково им будет место на кладбище найти? А теперь представь свои поминки. Придут те, кто тебя не любил. И будут говорить, какой ты был хороший! Это твоя жизнь, Оля! Разве для этого ты жил? Чтобы оставить после себя книжку по расчетам за коммунальные услуги? Ой, ой, ой! А ты напиши на твоем памятнике. Он у людей как у людей. Жил 80 лет, жил 70 лет. А твою жизнь, разве можно назвать жизнью? Оля, так и напиши. Родился мёртвым. Лезь быстрее! Может быть, ещё что-нибудь успеешь? Не успею, Оль, прощай. Ладно. Давно я собиралась тебе сказать. Ага. Видно, пришло время. Я с Ерофеевым из восьмого цеха. Что? С Ерофеевым. Что с Ерофеевым? Целовалась. А ещё чего? А ещё? А ещё? А ещё? А ещё? Вылез, бабоньки! Поняли, в чём наша сила? Ну, Колико, неси домой. А волшебное слово? Бегом! А-а-а! Вот мы и дома, наконец-то. Где-где? Ой, не волнуйся. Ничего не помню. Не волнуйся. Доктор сказал, не фаршировать. Ага. И память к тебе вернётся. Да-да-да-да. Да ты всё должен вспомнить сам. Ага. Можно, говорит, только намекнуть. Ага. Ну как, узнаёшь обстановку? Нет. Ничего не видно, здесь темно. Правильно, правильно. Доктор сказал сразу, свет не включай. Ага. Успугайся. Да. Теперь можно включать. Кто я? А как? Намекни. Намекаю. Ага. Рядом с собой нащупал такую кнопочку. Ага. Нащупал? А-а-а! Нащупал. А здесь ещё одна. И ещё. А-а-а! Я понял. Мы в лифте. Каком лифте? В грузовом. Это не кнопки. Это пуговки на моей ковке. Да? Да. А это что? Ха-ха-ха! А что это? Это не главное. Нет, только намекни. Ну, ну а чем кормят малышей? Ха-ха-ха! Детским питанием. Ой! А что ты банки за пазуху сосунула? Пакет не было. Чё? Не могу. Включаю свет. Ай! Где я? Где? Где? Не волнуйся, не волнуйся. Не волнуйся. Присядь. Ага. Присядь. Ты там? Да. Где тебе всегда были рады? Ага. Где тебя ждал сытный обед? Ага. Чистая пастелька? А, у Клавки. А какой Клавки? Я сказал, двинулась. Мне от тебя нельзя нервничать. Ага. Ты у себя дома. Да? Да. А ты кто? А я та, кто тебя готовит, кто тебя обстирывает. А, ты прислуга. Ау! Я богат, я богат. У меня есть машина, а? Да. Ты не расстаешься с Хаммером. С Хаммером? А что это? Молоток по-английски. А что-то у тебя лада. Но без молотка она не ездит. Ой, лада, лада, лада. Машина, прислуга, я богат. Я олигарх. У меня все есть. Олигарх? А? А кто у тебя еще есть? Кто? С тема олигарх спит в одной постели, а? С прислугой. А? С прислугой в одной постели. Господи, да чего ж я докатился? Я сволочен, я погодил. Нет, 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 не волнуйся. Я не прислуга. Ага. Я твоя. Суу! 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 Ну, что ты о себе так сразу-то? Да что ты винула? Мне тебя нельзя нервничать. Ага. Да что подумал? Ага. Если ты это, то я еще не так. Да я сейчас не помню, кто я? Намекаю. Ага. Ты мой законный... Моу! 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 Ну, не надо так сразу грубить. Если я память потерял, это означает, что я моу! Ну, хорошо. Кто у нас объелся грушкой? Ага. Моу! Моу! Мучурин! Ладно, вот есть такое слово. Ага. Мужчина. Ага. Все забыл, да? Как смотрел на меня, как не решался подойти. А я шла с такой косой. С косой? Ты смерть! Да кто же к тебе решится подойти-то? Ну, ты решился, милый. Ты сказал, предлагаю вам руку и сердце. Руку и сердце? Да. Мои? Да. Тебе? Да. Пересадка органов. Я сказала, да. Как? И ты, ты взял меня на руки, поднялась. Надорвался. Сказал, двинул. Я тебе нельзя нервничать. Ага. Поднял и понес к себе. Ага. А у тебя дома даже кровати не было. Ой-ой-ой. Я лежала. Ой-ой-ой. На твоей старой курсе. Ага. Ага. Лежала и чесалась. Почему? Блохи. Здравствуй, жучка. Да там ты, Вина. Я тебе нельзя нервничать. Ага. Даже ничего не помню. Нет. Не помню, что у нас даже мебель, это не посуды. Ага. Я что-то сготовила. И мы сиди на полу, ели руками из одной миски. На полу? Ели руками? Я узбек. В узбеке баранину едят, а ты вегетарианец. Кто? Ну, травку любят. Ай-ой-ой, я узбек-даркоман. Травки? В смысле салаты всякие? Ага. Укроп, петрушки, зелень. Ага. Да. Ну, как козел. Я козел? В общем, да. Если даже не помнишь, как у нас все начиналось. Ну, да. А что ты когда-то говорил про мои ножки? Что? Козаких больше нет в целом мире. Да. И уже у тебя нет никаких ассоциаций? Есть. Есть ассоциации. Кавалерия первой годной. Будённая. Какой Будённый? Ты меня давай, смотри на носки. Смотри. Вспомнил. Колеса надо менять. Какая длина урала. Ладно, осталось последнее кредство. Ага. Доктор сказал, надо вспомнить тот день, когда ты потерял память. Ага. Восстановить ситуацию. Я готов. Ну, помнишь, ты в то утро встал. Да. Пошёл позавтракать. Ага. Я ещё тогда опохмелился. Так, 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 так. Вспоминай, вспоминай, вспоминай. Давай восстановим ситуацию. Давай, давай. Стою, сажусь. Наливай. Ой, возьму грех на душу. Наливаю. Выпиваю. Ой. Ну, как вспомнил. Нет. Только что-то мелькнуло. Ну, что, 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 что. Мало, Алла. Ура. Он вспомнил моё имя. А фамилию никак. Наливай. Наливаю. Ага, ты уже бутылку выжрал. Точно. В тот день ты именно так и сказала. Я так всю жизнь говорил. Потом я пошёл на работу. Вернулся домой. Ты тогда ещё мыла пол, как сейчас помню. И ты ещё сказала. Куда поразить в грязных ботинках на чистый пол? А потом ты ещё что-то сделала. Помнишь? Помню. Капки надень. Козёл. Где я? Кто я? А кто я? Чудовище. С косой. С белыми тапочками. Жучка. Жуть. Вась, Вась. Сюда, сюда, милый. Проходи. Сюда, сюда, сюда. Проходи, проходи. Ой. Ой, вот мы и дома. Где, где? Ой, ничего не помню, а. Ой, правильно, правильно. Доктор сказал, не форсировать. Ага. И память к тебе вернётся. Ага. Но ты всё должен вспомнить сам. Ага, да, 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 да. Можно, говорит, только намекнуть. Да, 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 да. Ну как, узнаёшь обстановку? Нет. Ой. Ничего не видно. Здесь темно. Правильно, правильно, правильно. Доктор сказал сразу свет не включай. Ага. Не испугайся. Ага. Теперь можно, включай. Кто я? Ой, а как? Ты только намекни. Намекай, намекай. Рядом с тобой нащуп такую кнопочку. Ага. Нащупал. О. Нащупал. А здесь ещё одна. И ещё. Я понял. Мы в лифте. В каком лифте? В грузовом. Это не кнопки, это пуговки на моей кофте. Да? Да. А это что? Не помню. Нет, только намекни. Ну скажи, ну а чем кормят малышей? Детским питанием. А что это ты банки за Пасху сосунула? Пакет не было. Всё. Не могу, включаю свет. Где я? Где, где, где я? Успокойся, ты там, где тебе всегда были рады. Где тебя ждал вкусный обед. Чистая постелька. Ага. У Клавки. У какой Клавки? Часкак двинулась. Ты у себя дома. Да? Да. А ты кто? А я так, кто к тебе готовит, к тебе обстирывает. А, ты прислуга. Ой. Я богат. Я богат. А у меня есть машина. Да. Ты не расстаёшься с хамером. С хамером? А что это? Молоток. По-английски. Вообще-то у тебя ладо. Ладочки, ладочки. Но без молотка она не ездит. Машина, прислуга. Я богат. Я олигарх. У меня всё есть. Олигарх? Да. А кто у тебя ещё есть? Нет. Ты сам должен всё вспомнить. Ага. Ну скажи, кто так вот глазки строит? Идиот. Попкой вертит. Моисеев. Какой Моисеев? Поп-звезда. Вот поп-звезду ты помнишь. А меня ты не помнишь. Кто я? Да я себя не помню. Кто я? Напоминаю. Ты мой законный. Мо. 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 Ну не надо так сразу грубить. Если я память потерял, это не означает, что я мо. Ну хорошо. Кто у нас объелся грушей? Мо. Мо. Мучурин. Всё забыл, да? Как смотрел на меня. Как не решался подойти. А я шла с такой косой. С косой. Ты смерть. Кто же к тебе решится подойти-то? Ты решился, милый. Я сказал, предлагай вам руку и сердце. Руку и сердце? Да. Мои? Да. Тебе? Да. Пересадка органов. Я сказала, дай. Как? И ты. Ты взял меня на руки. Поднял и... Подорвался. Я сказал, ты винул. Нет, тебе не занервничай. Поднял и поднёс к себе. Ага. А у тебя дома даже кровати не было. Да-да-да. И я лежала на твоей старой куртке. Ага. Лежала и чесалась. Почему? Блохи. Здравствуй, жучки. Сейчас как ты? Нет, тебе нельзя нервничать. Значит, ничего не помнишь. Нет. Не помнишь, что у нас даже мебели этой не было, посуды. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я что-то сготовила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И мы сидим на полу на корточках, ели руками из одной миски. На корточках? Ели руками? Я узбек. Узбеки баранины едят, а ты, Вике, трянец. Кто-кто? Ну, травку любишь. Ё-моё, я узбек-наркоман. Травку, в смысле, салаты всякие. А-а-а. Укроп, петрушку, зелень. Ну, как козёл. Я что, козёл? В общем, да. Если даже не помнишь, как у нас всё начиналось. А что ты когда-то говорил про мои ножки, а? Что? Что таких больше нет в целом мире. Неужели там нет никаких ассоциаций, а? Есть, есть ассоциации. Кавалерия, первая комната, будённая. Я тебя отвинул. Нет, тебе нельзя нервничать. Смотри на ножки, смотри на ножки, вспоминай. Вспомнил. Колёса надо менять. Ладно. Осталось крайнее средство. Ага. Доктор сказал, надо вспомнить тот день, когда ты потерял память. Восстановить ситуацию. Я готов. Помнишь, ты в то утро встал. Ага. Пошёл позавтракать. Я тогда ещё опохмелился. Правильно, правильно. Вспоминай, вспоминай, вспоминай. Давай восстановим ситуацию. Давай. Встаю, сажусь, наливай. Ой, прости меня, господи, наливаю. Выпиваю. Ну, 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 вспоминай, вспоминай, вспоминай. Только что-то мелькнуло. Ну что, 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 что? Мало, Алла. А он вспомнил моё имя. А фамилию никак. Наливай. Наливаю. Ага, ты уже бутылку выжрал. Точно. В тот день ты именно так и сказала. Я так всю жизнь говорю. Потом я пошёл на работу. Так, так, так. Вернулся домой. Так, так, так. Ты мыла пол. Вот так сейчас помню. Да, да, да. И ты сказала. Куда поразить в грязных ботинках на чистый пол. А потом ты ещё что-то сделала. Помнишь? Помню. Тапки надень, козёл. Ай! Где я? Кто я? А кто я? Чудовище. С косой, с белыми тапочками. Жучка, жучка. Вася, Вася! Вася, Вася, Вася! Крохов. Спасибо. Замечательная семейная пара. Иветочка, рыба твоя, иди сюда, быстро, быстро. Что случилось, дорогой? Что случилось? Что случилось? Иветочка, ты не представляешь, у меня такая радость, такая радость. Что такое, что такое, что такое? Я выиграл миллион. Миллион долларов, ой. Значит, значит, мы теперь богаты. Я всегда знала, я всегда знала, что моё место на рублёвке. Рублёвка потом. А сейчас быстро собирай вещи. Ой, какие вещи, дорогой, летние или зимние? Слушай, собирай вещи, собирай все свои вещи и вали отсюда, во. Наконец-то, наконец-то. Ой, что ты сказал, я не расслышала. Это анекдот, я пошутил. И потом. Ага. Всеми расходами теперь буду руководить только я. Чё? Я всегда мечтала сняться в каком-нибудь сериале. Что, что? Теперь мы сами снимем фильм о нашей с тобой дружной семье. Как тебе эта идейка, моя милевальщика? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Ты чё не слышал, что я сказал, что ли, а? Ну-ка, проснись. Учти, мне к съёмкам надо новую шубу и бикини от Версачи. Что? Бикини от Версачи, да? Да. А колючая проволока тебе вместо них не подойдёт? Афанасий, что общего между бикини и колючей проволокой? А то и общее, что и то, и другое защищает частную собственность. Но и то, и другое не мешает её обзору. Что ты хочешь этим сказать? Чтобы я опять была в старых тряпках, как всегда, голая? Чё? Ты только представь, я, в начале всего кино распахиваю норковый шуб. Что? И оказываюсь в бикини. Ну, будто купаться, будто фрорут. Прорут? А ты уже там, в проруби, моржуешь в позе лотосом. Я в проруби лотосом болтаюсь? Как какой-то... Ну, ради моего кадра, Афанасий. Это ворвётся в историю кино. Так, значит, тебе бикини от Версачи, шубу издалечи, а мне после этого язык на плечи. Интересно, а я там в чём буду одет, ну-ка? А ты будешь, как на нашей свадьбе, в своём новом тренировочном костюме. Что? 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 Афанасий, не парься! Значит, снимаем так. Ты моржуешь в проруби в позе лотоса. Я подскакиваю к тебе на вороном жеребце. На ком? Сбрасываю с себя кремовую попону. Попону? И оказываюсь в бикини. Голливуд распускают. И, Веточка, ну ты хоть сама-то поняла, что сказала, а? Попона, это ж конский прикидь, понимаешь? Да, тут главное поразить, что потом говорили, вы помните её в бикини под попоной? Так, вот эта твоя попона в смету не лезет. Распахнёшь старый махровый халат. А бикини? А этот пускай остаётся так и быть. Вон, чтобы срам прикрыть. Ну не в ущерб, зрелищность и красоты. Кстати, кстати, для красивого фильма не все в нашем доме годятся для съёмок. А ну, поясни свою дерзость. Да я мамочку твою имею, мамулю. Не смотрится уже и в формат не влазит. И в глазах не было искры, а? Постоянная печаль. Это не печаль, Афанась, это горе. Ты вспомни, какая мамочка была, когда твоя нога впервые переступила порог нашего дома. Вот честно скажи, что тебе тогда бросилось сразу в глаза? Да? Да твоя мамочка-то и бросилась. До сих пор вся душа в ранах. И потом ты мне объясни, это что это? На каждый мой день рождения она дарит мне по носовому платку, а? А что тебе ещё дарить сопливому? Что, что, что? Последний раз говорю, нельзя снимать тёщу в роли тёщи. Мамочку не трогать, это святое. Ага. Мамочка останется. Она будет сидеть со строгим лицом, без слов, в попоне, олицетворяя совесть и стержень нашей семьи. Хорошо. Ладно. Пусть торчит с стержнем в попоне, пусть. Но я тебя умоляю, только молча, ладно? И надо не забыть снять в роли гостей моей тёти из Караганды, с её двумя братьями-близнецами. Это какие ещё близнецы из Караганды? Ну, помнишь, они ещё в прошлом году у нас с проездом жили по горячей путёвке месяца три? Это те, которые отличаются друг от друга только тем, что один пьёт больше, а другой ещё больше. Ты чё, забыла? Ты забыла, как на дне рождения у бабы Груши, напившись, а не прикинулись Костей Дзю и Майком Тайсоном, а потом орали на весь дом. Лучше нету в мире груши, чем баба Груша, бегая за ней по всей квартире. А потом устроили викторину. Отгадайте, говорят, сколько зубов у бабы Груши? И твоя мамуля два. А неправильно. А в какой руке? Лучше пригласим для съёмок нашу соседку снизу, Василису. Значит, ты хочешь снять кровавый триллер? Почему? А то, чтобы я своими руками открыла доступ в кинематографы-то Кикимори. Я давно заметила, как ты на неё смотришь. Конечно, конечно. Она же для тебя последняя заправка перед пустой. Ты чё мелишь-то? Ты чё мелишь-то? Ну хорошо, давай пригласим её дочку. Ещё лучше. Яблоко с яблони вместе падают. Ну не знаю, не знаю. Она всё-таки бывшая топ-модель. Пять лет на Кипре в шестом. Прыгала, что ли, с ним? Нет, Иветочка. Вокруг него ёрзала. Не надо. Если надо, будет сами поёрзаем. Ну не знаю, всё-таки хотелось, чтобы фильм-то радовал глаз. Афанасий! Нажми на тормоза! Я задом чувствую твою скорость. Обойдёмся без василист-приблудных. Весь кинопроцесс я беру на себя. Кастинг моей железной рукой. Съёмки в квартиру соседа. Съёмки в ремонт с мамочкой со мной. А вот в роли мужа... Что-что? Какие сомнения? Между прочим, муж! Эта птица гордая! Тут ошибка недопустима! Конечно, конечно. Муж птица гордая. И пока эта птица не дашь, пинка под зад не полетит. Поэтому в роли мужа будет сниматься наш моложавый сосед. Иветочка, ну ты чё? Ну у него же нет такого вдохотворённого лица, как у меня. И потом, скажи, а мне-то что остаётся в фильме? Он прорубь и ту отняли. А ты обеспечишь для меня жеребца. Что? И я обещаю занести тебя в титры фильма под псевдонимом «Коновод Афанасий». Что? «Вперёд, любимый! В Голливуд! Ура!» Иветочка! Это ж шутка, это анекдот! Ну, как жизнь, как дела, какие проблемы, трудности какие, как работается, как настроение. Вот так. По-новому сейчас надо работать с людьми. Ты к людям с душой. И они тебе ответят тем же. Я продемонстрирую. Вот, например, вот. А, о! Вот вы! Да-да-да, ты иди сюда! Иди-иди-иди сюда! Ну! Как твоя фамилия? Дудкина. Так держать. Кем ты у нас работаешь? Экономистом. Орёл ты, а не экономист. Уверен, пройдёт несколько лет, и ты станешь старшим орлом. То есть экономистом. Я тебя запомню. Как твоя фамилия? Дудкина, экономист. Я знаю. Вот на таких, как ты, вот вроде бы скромных, вроде бы незаметных тружениках. И держится весь баланс нашего отдела. Да что там отдел? Весь мировой баланс держится на тебе. Руку дай. Кем ты у нас работаешь? Экономистом. Ты не экономист. Ты гений. Пройдёт несколько лет, а тебе будут писать все газеты. Люди, а тебе будут слагать песни. Орлёна, корлё. Хочешь, чтоб о тебе слагали песни? Дудкин и экономист. Вот это вот твоя фамилия Она будет на устах у каждого Как твоя фамилия? Куткина Береги себя Ты нам нужна На кой черт она нам нужна? Ну все равно, говори, какие проблемы, трудности Говори, не стесняйся Кем ты у нас работаешь? Экономистом Держись Стисти зубы, смотри, всем смело в глаза Открой окно, Настя ж Дверь распахни Пусть все видят Мы никого не боимся И в то же время Никому не позволим сломить себя Хочешь, грамоту дам? А впрочем, зачем тебе грамоту, а? Хочешь, замуж возьму Ах, тут ты меня экономист Правильно, зачем тебе этот замуж? Она себя каждый раз отчет требует Ну вот кому он нужен, этот отчет, а? Бюрократы Ой, как я их ненавижу, а? Вот как я их ненавижу Как твоя фамилия? Куткина Замечательная фамилия Да с такой фамили... Как твоя фамилия? Куткина Где-то я уже слышал эту фамилию Ты случайно не у меня в отделе работаешь? Да Ой, то ты, я смотрю, лицо мне незнакомое Как твоя фамилия? Куткина Ты случайно не у меня в отделе? Да Слушай, ты че взмешься-то, а? Че ты взмешься-то, а? Ну-ка давай, говори, какие проблемы Трудности, говори, не стесняйся Для тебя все сделаю Хочешь? Хочешь, я тебя пошлю В загранкомандировку Говори фамилию, я записываю Дудкина Впрочем, я и так запомнил Как твоя фамилия? Дудкина Считай, что ты уже в загранкомандировке Больше того Считай, что ты уже вернулась обратно С приездом А теперь иди и работай Вот так Дорогие друзья Нам хорошо известно Что нас с вами Ну, раздражают ревнивые люди Правильно? Правильно? Ну, что поделаешь, если мы с вами Частенько даем повод для этой ревности Действующие лица Муж Ревнивый Больше, чем того хотелось бы его жене Жена Дающая повод для ревности Больше, чем того хотелось бы ее мужу И, наконец, самое главное Внутренний голос жены Зина Зин, ты готова? Мы опаздываем В прошлый раз Она столько штукатурки на лицо наложила Что чуть центровку не нарушила А вот и я А вот и я А вот и я Я, 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 я Я вот Ай! Это 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 что на тебе такое? Это что, а? Это что Это что такое, а? Ой, дура Ой, попалась Ой, не надо было одевать Думала, что не заметить Конечно, конечно Да что, конечно? Что, конечно-то, а? А ты про что? Я вот про это, вот про это, про это Ой, девчонки, прибрет и правильно сделает Про что именно? Сосредоточься Вот это Вот это вот Что такое, а? Вот это Это? Да Это твой палец Я говорю, вот это что? Вот это, вот это, вот это Что? Не узнаешь? Нет, не узнаю Я бы тоже на его месте не узнала Что? Уже не узнаешь? Нет Уже не узнаю Да, интересно В чем меня будут хранить? Лучше в бежевом Присмотрись хорошенько Я говорю, вот это что, а? Это я Твоя жена Ты что, меня не расслышала, а? А что ж, я глухая, что ли? Я же не глухая Повтори Я не расслышала Слушай, может, ты уже старая, а? А что ж, я новая, что ли? Уже и не новая Но еще ничего себе Слышу Не глухая Так Где ты это взяла? Ну где взяла, где взяла? Где дали, там и взяла Что? Послушай Узнал жену, наконец Так, может, ты это нашла, а? Идиот Идиот Кто ж сегодня такое Теряет Наконец-то он жену узнал Так, может, ты это нашла, я повторяю, а? Ну да, да, да Да я думаю Поищу в бардачке Сунул руку в бардачок Учти В бардачке ты уже сапоги находила Ой, девчонки Ой, девчонки, помогите, что сказать Обязательно теперь все-все-все-все буду записывать Не волнуйся Не в бардачке Так может, в магазине Конечно, в магазине Конечно, в магазине Я наклонилась Она как вцепится в шею В магазине Ответ принят В каком магазине, а? Ну в каком, в каком магазине Девчонки, ну где меха-то продают, а? В зоомагазине Ответ принят А теперь посмотри У меня здесь вот Ничего не происходит, а? Ой, а что у тебя там? Неужели у тебя в голове Стволовых клеток не хватает, а? Да это у меня кальция не хватает А то давно вон рога полезли Так, откуда у тебя деньги? А, ну-ка Да ты сам мне их дал Здрасте Откуда? Откуда у меня Вот такие вот деньги, а? Ой, девчонки, он прав Ты каждый день просишь, а? Дай мне денег Дай, 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 дай Я тебе хоть раз Такие деньги давала, а? Ой, разве Разве те деньги Которые они нам дают Можно назвать деньгами? Может мне истерику закатить, а? Вот только без истерик Последний раз спрашиваю Откуда у тебя Вот такие вот деньги, а? Ладно, ладно Да Кто не рискует, тот не пьет шампанское А ты сам-то где был? Вот это не надо Вот это не надо, не надо Ты прошлые разы уже спрашивала В четверг Где ты был? В какой именно четверг? Какой четверг? Какой четверг? Какой четверг? Который после вторника в четверг? Ну в какой именно ты вот четверг, а? Что? Ну, напомнить А если скажет напомнить Ой! Ну давай напомни Если б я могла Я б ему всю жизнь напомнила Ой! Ну давай, давай Напоминай Молчишь! А ты о чем, а? Странно не помнишь Потом не узнаешь Потом тебя разобьет паралич В чем тебя хоронить? Может в вечером? Погоди! Вспомнил! Вспомнил, Зин! Вспомнил! Это же я тебе подарил, а? Я тебе подарил! Когда он мне это подарил? Ну да, конечно, ты А то кто же еще? Да ну конечно я, Зин! Ну кто же еще ты такой? Вот молодец, молодец Средоточился и вспомнил Ну конечно я О, девчонки Ведь сама не проговорилась Сколько раз я тебе говорила Записывать надо, болван Все буду записывать, Зина! Мы опаздываем! Бежим скорее! Бежим! Вы знаете, нас с вами очень часто раздражают ревнивые люди Ну что поделаешь, если мы с вами очень часто даем повод для этой ревности И вот следующий наш номер как раз на эту самую тему Действующие лица Муж ревнивый больше, чем того хотелось бы его жене Жена, дающая повод для ревности больше, чем того хотелось бы ее мужу И наконец самое главное Обратите внимание Внутренний голос жены Зина! Зин! Между прочим, мы опаздываем Ты готова? В прошлый раз она столько штукатурки на лицо наложила Что чуть центровку не нарушила А вот и я! А вот и я! А вот и я! Это! 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 Это что на тебе? Это! Это что? Ой, дура! Ой, попалась! Ой, не надо было надевать Думала, что не заметить Конечно, конечно! Что конечно? Что конечно? А ты про что? Я вот про это! Вот про это! Ой, девчонки, прибьет и правильно сделает! Про что именно? Сосредоточься! Вот это что? Вот это! И это? Да! Это твой палец! Я говорю, вот это! Вот это! Что такое? Что? Уже не узнаешь? Нет, не узнаю! Уже не узнаю! Я бы тоже на его месте не узнала! Уже не узнаю! Присмотрись хорошенько! Я говорю, вот это что, а? Это я! Твоя жена! Ты что, меня не расслышала, что ли, а? А что же, я глухая, что ли? Я же не глухая! Повтори! Я не расслышала! А, так ты, может, уже старая, а? А что же, я новая, что ли? Уже и не новая! Ну, еще ничего себе! Слышу! Не глухая! Так! Где ты это взяла? Ну, где взяла, где взяла? Где дали, там и взяла! Что? Узнал жену, наконец! Слушай! Да? Может, ты это нашла где-нибудь? Ну, да, да! Дай, думаю, посмотрю в бардачке! Ага! Сунул руку в бардачок! Учти! В бардачке ты уже сапоги находила! Ой, ты что, не помогите мне сказать! Обязательно теперь все-все-все буду записывать! Не волнуйся! Не в бардачке! Ага! Так, может, в магазине, а? Конечно, в магазине! Конечно, в магазине! Я наклонилась! Она как цепится в шею! В магазине! Ответ принят! Ага! В каком магазине, а? Ой, девчонки, ну в каком магазине? Ну, где меха-то продают? А! В зоомагазине! Ответ принят! А теперь посмотри! У меня вот здесь ничего не происходит! У меня что-то происходит! Неужели у тебя там стволовых клеток не хватает? Это у меня кальция не хватает! А то давно бы рога полезли! Откуда у тебя деньги? Ты сам мне их дал! Откуда у меня вот такие деньги, а? Ты каждый день просишь! Дай денег! Дай денег! Дай денег! Я тебе хоть раз! Ну, хоть один раз вот такие деньги-то давала! Ну, девчонки, он прав! Разве те деньги, которые они нам дают, можно назвать деньгами? Ой, может, не истерику закатить, а? Только без истерики! Я тебя последний раз спрошу! Откуда у тебя деньги, а? Ладно, ладно! Кто не рискует, тот не пьет шампанское! А ты сам-то где был? Вот это не надо! Вот это не надо! Ты прошлые разы уже, вон, спрашивала! Что? Уже не узнаешь, да? Чего? В четверг где ты был? В какой четверг? В какой четверг? В какой четверг? Который после вторника в четверг! А в какой именно-то четверг, а? Что напомнить? А если скажет напомнить? Ну, напомни, напомни! Если б я могла, я б ему всю жизнь напомнила! Ну, давай, давай, напоминай! Молчись! Ты о чем это, а? Справа не помнишь, потом не узнаешь! Потом тебя разобьет паралич! В чем тебя хоронить? Может, в бежевом? Слушай, погоди, погоди! Точно, точно! Я ж в четверг был на кладбище! Неужели кто-то умер? Зин, не поверишь! Там все умерли! Погоди! Погоди! Вспомнил! Это ж я тебе подарила! Я тебе... Да, да, он мне этот подарил! Это ж я! Да, конечно, ты! А то кто ж еще? Да, ну, конечно, я! Ну, кто же еще? Вот молодец! Ой, ты мой! Сосредоточился и вспомнил! О, девчонки, чуть сама не проговорилась! Сколько раз я тебе говорила! Записывать надо! Все буду записывать, Дина! Все теперь буду записывать! Давайте себе представим следующую картину! Мужчина проходит мимо фотоателье, замечает рекламу изготовления медальонов для памятников! Он резко останавливается, замирает, как тот же самый памятник, потому что в витрине, на одном из образцов, прям по центру мраморной доски, мужчина узнает себя! Он забегает в ателье! Это что? Это что такое? А? Здравствуйте! Здравствуйте потом! Что это такое? Момент! Тихо, тихо! Вы клиент или как? Я? Я как? А как? Чего вы живаете? Я не желаю, я спрашиваю, что это такое? Где? Вот там у вас, на витрине! А что там такое? Там, на витрине, на медальоне для памятников, я! Ой! Мы скорбим вместе с близкими! Что значит скорбим? Я же вот он, жив-здоров! Так и примите наше поздравление! С чем поздравление? Ну все обошлось! И теперь оказывается, вы живы! Что значит теперь? Да я и не помирал никогда! Да! Конечно! Конечно! На фотографии вы как живой! Что? Жаль! Что жаль? Почему это жаль, а? Сбили вы меня? Вот и жаль! Так, две изнаночные, плицевая! Что значит сбил? Две изнаночные, плицевая! Что значит сбил? Что у вас здесь такое? Где? Тут? Нет! Вот там, на витрине! А что там такое? Ну я же ясно говорю, что на одном из медальонов мое лицо! Слушайте, я вас чего-то, как вы говорите, не догоняю! Вот сейчас вы спрашиваете или отвечаете? Я спрашиваю! Я отвечаю! Я только спрашиваю! Вы себе узнали? Мое лицо! А я жив-здоров! Слушайте, если вы жалуетесь, что жив и здоровы, я могу позвать мастера! Он все исправит! Я не жалуюсь, что жив! Я жалуюсь, что на вашей фотографии я как бы умер! Так бы сразу и сказать, что фотография бледная! Дополнительную плату можно сделать в ярком цвете! В каком еще цвете? Это зависит от цвета лица! Мы делаем розовых на голубом фоне, а голубых на розовом! Не надо фона! Я требую, чтобы меня совсем убрали отсюда! Хорошо, я позову мастера! Я хочу, чтобы с витрины убрали мое лицо! Вам не нравится ваше лицо! Мое лицо мне нравится! Странно! Что странно? Странно! Должна быть лицевая тут изнаночная! Вы меня опять сбили! Прекратите вязать! А то я сейчас сам полезу и уберу! Как же, полезет он уберет! Мы даже уборщицу не приглашаем! Я сама тут убираю! Ну, уберите тогда вы! Товарищ, как? Я сама знаю, что и когда убирать! Что значит, товарищ, как? Вы сами так представились! Когда? Когда вошли! Ну, хорошо! Уберите хотя бы даты! Какие даты? Там на фото! Смотрите! На фото написаны даты! Чем вам не нравятся даты? Первую можете оставить! Уберите хотя бы вот эту вторую! Чем вторая, хуже первой! Она же свежая совсем! А-а-а-а! Ну, крутите орать! Пока живи, здоровая! Ой! Что значит, пока? А то и значит! Вчера тут один вроде вас! Орал час! Орал другой! Стал синий, как на фотографии! А-а-а! И позавчера тоже! Что позавчера? Молодой такой! Тоже кричал! А то мразки тоже злоти! А-а-а! А-а-а-а-а-а! Ну, я вас прошу! О чем изменяюсь? О медальоне на памятник! А-а-а! Вы хотите заказать медальон? Что? Кому? Жене? А-а-а-а! Алло! Скорая? Ха-ха-ха-ха! А-а-а! Исход от Илья! Спасибо! Жду! Ха-ха-ха-ха! Ну, надо же! Они меня уже узнают! А-а-а! То лицевая, то изнаночная! То он жив, то он умер! Ну, мужики, пошли! Месяц из-за них! Левый носок вяжу! А-а-а! А-а-а! Найдите мне его, дорогой следователь! Найдите мне его! А-а-а! Карловна, не напирайте! Вы написали в заявлении, что после спектакля на вас напал бандит! Да! Разглядели? Конечно! А-а-а! Я же артистка! Ну, да! Я даже всех зрителей помню! Особо для тех, кто не аплодировал! А-а-а! А-а-а! Оставим зрителей в покое! Составим словесный портрет бандитам! Глаза какие у него были? Глаза! Да, глаза! Как у моего первого бужа! А-а-а! Ксенофонка! Это какие? А его весь город сдал! Свидячие! Значит, маленькие! Нет, большие! Так свинячие же! Большие, свидячие глаза! Он же ушел от меня по-свински! Конфисы Одичаловой! Это кто? Это наша Примадонна! Двигается по сцене, как кенгурика! Ой, я вам про нее такое расскажу! О, Ася Карловна, не напирайте! Усы у бандита были? Усы и борода! Ага! После свадьбы Синофон сорок дней не брился! Траур по свободе! Я про бандита, Ася Карловна! Мне убийство раскрывать и три грабежа! А я тут с вами кенгурюсь! А у судей были пошлые! Ага! Тонкие, черные! Ну, подлец, Анфонс! Нос! Греческий! Значит, прямой и тонкий? Нет! Плоский и вдавленный! Как у греческого боксера! Но видно, что до того, как стать плоским, он был греческим! Я же артистка! И могу довоображевывать! Ой, вот только не надо ничего довоображевывать! Жовывай! 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 Вот такой, вот такой! Это, да-да-да, нашу дикцию, Игорь! Ага! Да воображевывается! Так, подбородок заметили какой? Подбородок? Да! Как у моего второго мужа, Свястяга! Он был не то монгол, не то эфиоп! Давай, иди к Бельмондо! Он был оригинал! Это была такая страсть! Такая страсть! Я так трепетала! Потерпевшая! У меня пять убийств и десять грабежей! А я тут с вами! А подбородок волевой и решительный! Вот как сразу ушел Севастье, как сразу не вернулся! Ну да! К Анфиске-Одичаловой ушел! Боже! Она такая ненасытная! Я вам про нее такое расскажу! Ася Карловна, не напирайте! Я дико извиняюсь! Не расскажете мне про эту одичалую кенгуру! Итак, волосы, прическа! Волосы, прическа! Ну и еще слово! Про эфиопа! И будет следующее убийство! Убийство! Или... Или... Или мне там воображевывать! Ой, Ася Карловна! Я вас умоляю! У него, у этого бандита, волосы-то были! Были! Ну, какие? Лысые! Какие? Лысые! Как у моего третьего божия, Викентия! Боже мой, опять! Его белицей побрило наголо! Ну да! А как дело было! Он застал меня с Леонидом! Вы себе там воображевываете! Да, Ася Карловна! Ты же артистка молодая! Мне на ноги становиться надо! Так вот, Викентий сломал, сломал Лене какую-то маленькую кость! Ага! Маленькая такая кость! Но она потянула сроком на пять лет! Значит, стриженый! И меня чуть не убило! Ну и с шкафа выскочил Боря! Сутки там сидел! Как ждастся его час! Боже мой! Так вот, глаза у Кирюши были Боряны! Голубые! Голубые! Какой еще такой, Кирюша? Какой? Откуда взялся Кирюш-то, а? Ну, раз в год этот бандит! Так вы его знали! Нет! Это я его так для себя назвала! Я же его так держала! Так держала! Не для милиции, для здоровья! Ася Карловна, не напирайте! Я же артистка молодая! Не на ноги становиться надо! Да с вашими ногами! Мне уже все давно понятно! Брови заметили какие? Брови? Брови! Как у Венечки! Ага! Бедного студента! Боже мой! Еще один! Это была такая страсть! Такая страсть! Я так тропикала! Я тоже забыла! Что я артистка молодая! И мне на ноги становиться надо! А, Ася Карловна, я вас умоляю! Ну, брови-то у него были, а? Были! Ну, вот какие! На лбу! Где? На лбу! Он как узнал, что я его ни разу не избияла! Они сразу на лоб полезли! Только потом глазки вернулись, а бровки остались! Так и ушел к Анфиске Одичановой! Да убить мало вашу Анфиску! Нет! Нет! Мы теперь лучшими подругами стали! Да как это? Ну, после того, как она упала в оркестровую яму! Боже мой! Я никого с таким удовольствием не навещала в больнице! Как на праздник шла! Уши заметили какие? Уши? Да, уши! Как у Бобеда! Какого момента? Как у Бобеда ортопеда! Боже мой! Громадные, оттопыренные уши! Если ветер в спину, мы неслись, как под парусами! Ой, Господи! А еще Кирюша волновался и чулочек жевал! Какой такой чулочек жевал Кирюша? Он же в маске был бандит этот! Из черных чулок потолянских! Как в маске? Как в маске? Как же вы его тогда разглядели? Если он в маске был, ну-ка углубите мысли! Ну, я же вот жаданула об асфальт! Ай! Счела чулочек! А он очнулся и убег! Найдите мне его! И отдайте мне до исправительной работы! Это будет такая страсть! Такая страсть! Параул убиваю! Куда же вы, дорогой следователь? Я же артистка молодая! Мне на ноги становиться надо! И веточка! И веточка! Ой! Ой! И веточка! Рыбонька моя! Посмотри, какой у меня сегодня жуткий гороскоп! Ты посмотри! Сатурн давит на мозги! Венера на психику луну вообще заклинила! Так что учти, меня на сегодня нет! Как нет? Так! Как нет? А костюм-химчистку кто за тебя понесет? Ой, не надо его носить! Я его лучше сам почищу! Ага, ты уже однажды почистил! Ага! От своего костюма одно пятно и осталось! И веточка, Рыбонька, ты сама в этом виновата! Как это? Ну, надо было додуматься! В бутылку из-под спирта кислоты налить! А если б я выпил? Ой, лучше б ты выпил! Ну, спасибо! Хорошо, а собаку кто стричь будет? Ой, ты что! Недавно же с парикмахершей стригли, а? Ага, вы его так подстригли, что он теперь на децла стал похож! Только что реп не танцует! Я его вообще стричь не хотел! Как это? И парикмахерша кричала, что она крыс не стрижет! И потом... И веточка! Да? Рыбонька моя! Это что ты за кличка такую собаке странную дала? А что отличная кличка? Вот что это за кличка, а? Отличная кличка! Твое любимое слово! Перекур! Перекур! Вот поэтому, когда его парикмахерша стригла, я, чтобы успокоить, несколько раз ему скомандовал, фу, перекур! Так эта парикмахерша три раза куда-то, как ветром, сдувала! Ну хорошо, хорошо! А дверь в туалете кто за тебя будет навешивать? Целый месяц прошу! Веточка, Рыбонька! Да? Ну что ее в туалете навешивать-то, а? Что у нас там с тобой брать-то? И потом я тебе уже сказал, у меня сегодня жутко тяжелый по гороскопу день! Вон, смотри, так что мне надо сегодня отлежаться, не рисковать! Одним словом, полная расслабуха! То есть банька с друзьями! И у тебя сегодня день не лучше! Вон, на небе стресс! Так что тебе надо быть повнимательней на дорогах! А я и так внимательна! Ну да! Я и так внимательна! Я и так, как меня мама в детстве учила! Автобус обхожу сзади, Мерседес спереди, Аж депорожек стороной! А что ж ты меня отвод не обошла, а? Примахнулась! Примахнулась! А то, что ваше сошел своим гороскопом, то у него звезды не так легли, то у него небо перекосило, то комета не туда улетела, его хвостом шиндарахнула! Да, астрология это самая точная наука в мире! А что ж с астрологией своей точной наукой? Деньги этому проходимцу Вязинскому одолжение! Ну и что? Что ж тебе твой гороскоп не подсказал, что он матрос? Слушай, при чём вот здесь матрос? А при том, что деньги взял и концы в воду! А скажем тебе твой гороскоп! Обещал тебе удачный день! Ага! А тебя за превышение скорости аштрафовали! Иветочка, рыбонька, я тебе уже объяснял! Этот гаишник ко мне придрался! Я ему объяснял! Ну не мог я скорость превысить! Вот понимаешь? Ну никак не мог! Я ж к тёще ехал! А придём ли своя мама? Придём ли своя мама? Ага! Она у нас и так редкий гость! Всё только наездами, да и наездами! О, точно, точно! Ты права! Каждый раз наезжает и наезжает! Вот наезжает и наезжает! Мне по гороскопу давно пора сменить имидж! Ой! А вот это меняй! Меняй! Кто просит-то? Сделай себе вон пирсинг на языке! А у Ленки Маслышкина в институте красоты! Сделай себе ноги прямо от ушей! Ага! Просто ей уши пришили к тому месту, на чём сидят! А она теперь всё слышит спиной! Это что-то стропа! А что я тоже! Веки подтяну! Ноги удлиню! Губы гелем поднакачаю! Зубы себе новые вставлю! Гороскоп плохого не посоветует! Ты ж не против гороскопа! Ты чё, шутишь, а? Гелем она поднакачается, ноги она удлинит! Зачем мне нужен этот шашлык с глазами? Слушай, а давай я, я сделаю! Давай я себе имидж тоже поменяю! Как это? А вот так вот! Поменяю имидж и всё! Мне уже пора! А то он у меня, я до свадьбы был, как огурчик! Скучно, а сейчас стал, как старый кактус! Вот именно! Волосы себе вращу покудрявее! А то вон ты мне на голове такую поляну вытоптала! Катастрофа! А ты знаешь, что сейчас эта волосатая красота бешеных бабок стоит? А-а! У тебя есть бешеные бабки? Да есть целых две! А при чём здесь мы с мамой? При чём здесь мы с мамой? Ну ладно, ладно, ладно! Не кипятись, не кипятись! Так и быть, так и быть, пострю тебе твою собаку! То есть поврею? Сегодня у меня постный день! А-а-а! Ну хорошо, ладно! И дверь в туалете навешу! А-а-а! А у тебя что, не банька с друзьями? Да ничего! Банька подождёт! Мало ли там, что в гороскопе напишут! И что, как переполосы застой-то с тобой? Что это, что это? Ничего! Просто... Все размеры жены это самое главное! А пока... А-а-а! Пойдём по телефончику поболтаем! А-а-а! У меня сегодня руки болят! Ух, да не брюхо! Завяжи и лежи! А-а-а! Ой-ой-ой-ой, и веточка! Ой-ой-ой! Что ты раздойкался? Ой! Голова моя голубая! Ты посмотри, какой у меня сегодня жуткий гороскоп, а! Ты посмотри! Сатурн давит на мозги! Венера на психику! Луну вообще заклинила! Так что учти, меня на сегодня нет! Так нет! А вот так нет! Так нет! Нет и всё! А собаку кто стричь будет? Здрасте! Ну, недавно же с парикмахершей стригли! Ага, вы его так подстригли, что теперь на децила стал похож! Только что рак не танцует! Я его вообще стричь не хотел! Как это? А вот так! И парикмахерша кричала, что она крыс не стрижёт! И потом и веточка, рыбинка моя! Что ты за странную такую кличку собаке дала? Вот всё это такая за кличка! Объясни мне, пожалуйста! Отличная кличка! Ага! Твое любимое слово! Перекур! Вот поэтому, когда его парикмахерша стригла, я, чтобы успокоить, несколько раз его скомандовал! Фу, перекур! Так это парикмахершу три раза куда-то как ветром сдувало! И потом, я тебе объяснил, у меня сегодня, о, по гороскопу, очень тяжёлый день! Так что мне надо сегодня отлежаться, не рисковать! Одним словом, банька с друзьями! Ты уж совсем свихнулся со своим гироскопом! Да! О чём не попросишь, что у него звёзды не так легли! Да у него небо перекосило! То комета не туда улетела его хвостом в шиндарахула! Да! Астрология – это самая точная наука в мире! Точно, точно! Да! Поэтому тебе в пятницу твой гироскоп обещал удачный день, а тебя за превышение скорости оштрафовали! Ха-ха-ха-ха! Это гаишник ко мне придрался! Я ему объяснял, не мог я скорость превысить! Ну вот никак не мог! Я ж к тёще ехал! А при чём здесь моя мама? При чём здесь моя мама? А она у нас и так редкий гость! Все только наездами, да наездами! Ага! Вот каждый раз наезжает и наезжает! Наезжает! А между прочим, в гороскопе про каждую семью всё сказано! Ну и чё ж там про нас сказано? А то и сказано, что у меня завтра благоприятный день для рыбалки! Так что я еду! Это я знаю! А чё, откуда? Да одна форель сегодня! Уже три раза звонила! Это какая форель? Не знаю тебе! Лучше знать! И во сне ты всё какую-то жинку зувал! Кто это? Да ты что, Ивяточка! Да я вообще с ней во сне познакомился! А чё ж зувал ты? А чтоб она тебе помогла вон! По хозяйству! И ж моду себе завёл! Прикрываться гороскопом! На ту неделю хотел его обнять! Так у него видели по гороскопу постный день! Петлёк колбасит, плющик лохматит! Всё! Теперь тебе будет секс только по телефону! Как? И то не сегодня! Сегодня у меня ухи болят! Как это? И потом! Вон по твоему же гороскопу японскому! Мне давно пора сменить имидж! А вот это меняй! Меняй кто ж прочь-то! Сделай себе пирсинг на языке! Степлером! А ты всегда хочешь потратить на меня три копейки! А он Ленка Маслюшкина в институте красоты! Сделала себе ноги прямо от ушей! Ага! Просто ей уши пришили к тому месту, на чём сидят! И она теперь всё слышит спиной! Катастрофа и потом и веточка! Не зря в народе говорят! Если ноги от ушей, это красавица! А если уши от ног, это чебурашка! Смотри, как бы от второго варианта не получилось! А что я тоже! Ага! Веки подтяну! Что? Ноги удлиню! Что-что? Губы гелем поднакачают! Как же это? Зубы себе новые вставлю! Ты что? Не хуже любой модели стану! Гироскоп плохого не посоветую! Ты шутишь! Ты же не против гироскопа! Ты шутишь, да? Шутишь! Ноги она удлинит! Гелем поднакачается! Зачем мне нужен этот шашлык с глазами? И потом, я требую сохранить все размеры! Ты и так красивая! Вон, наш сосед по даче! Между прочим, ветеринар! Он в женских прелестях разбирается! Он тебе даже комплимент сделал! Что-то я не слышала этих комплиментов! Вот ты не слышала, а я слышал! Он мне на ушко шепнул! У твоей коровы отличная фигура! Что-что-что-что-что? Я корова, да? Это я корова, да? Да нет, Ивенушка! Он же ветеринар! У него все симпатичные женщины коровы! Значит, слегка по фигуре стристать не помешает! У него на стеллочке новый бюст нравится! Что? И талия у него стала какая осиновая! Точно-точно! О, это точно! Талия у нее осиновая, грудь липовая и мозги дубовые! Одним словом, сарай с дровами! Как ты не понимаешь! Это так эффектно! Ну да! Внезапно! Под настроением! Поменять себе разрез глаз! Как? Я сделаю себе овальный разрез! Что? Слегка на выкате! Тебе нравится, когда слегка на выкате? Да куда ж еще на выкате-то? Они у тебя и так каждые пять минут выкатываются! И потом ноги, ноги, нос, бюст она меняет! Это что, твое? Это мое, мое! Я на этом женился и прошу не портить мои вещи! Сегодня твои, а завтра руками не трогать! А так, тогда я тоже... Что тоже? Тоже обновлюсь! Как это? А вот, мне уже пора! А то я до свадьбы, ты был как огурчик! У меня была талия его, плеч его! Я был настоящий чмо! Дорогой, сколько раз я тебе говорила! Не чмо, а мать его! Вот именно! Поэтому волосы себе вращу покудрявее! А то вон ты мне на голове какую поляну вытоптала! Катастрофа! А ты знаешь, что эта волосатая красота сейчас бешеных бабок стоит? У тебя есть бешеные бабки? Да, есть! Вон, целых две! А придем ли смысь с мамой? Придем ли смысь с мамой? Ну, ладно, ладно, не кипятись! Так и быть! Побрею тебе твою собаку! А у тебя что, не пи-гироскопу банька с друзьями? Банька подождет! Мало ли там, что в гороскопе напишут! Желание жены превыше всего! А ты же как переполосился! Что это с тобой? Что это? Что это? Ничего! Вот я на все согласен! Лишь бы любимые размеры жены не пострадали! А пока пойдем, а! А-а-а-а! По телефончику поболтал! Сегодня у меня ухи болят! Ухо, не брюхо! Завяжи и лежи! А-а-а! Вы знаете, сейчас очень модно проводить всевозможные кастинги! Ну, там, анкетирование! И вот на один из таких кастингов мы сейчас вас и приглашаем! Человек, который проводит этот кастинг, перед ним прошло уже более ста человек! Он уже замотан! Видеть никого не хочет! Итак, наша фирма Gold Transcontinental World Incorporated продолжает конкурсный отбор на должность финансового аналитика в секторе биржевых финансовых потоков с учетом импенданции денежных средств в современном мировом сообществе! Следующий кто? Заходите! А-а-а! Я поехала! О-о-о! Слушай! Да! Села 48-й трамвай, а у меня в сумке пирожки с мясом, с капустой, с мозгами! Что? Ну, я начинку делаю с мозгами! А-а-а! А там такая давка, что все мои мозги повылазили! Вот я таких мымр с вылезшими мозгами сразу отправлял бы домой! Но руководство требует рассматривать все кандидатуры! О-о-о! Итак, заполним вашу анкету! Фамилия, имя, отчество! Селиванюк Зоя Петровна! Ага! Селиванюк! Это моя девичья фамилия! А по мужу я Довголюк! Довголюк! Это по-первыхому! По-второму я Овчаренко! Овчаренко! А по-третьему я Гусаченко! Гусаченко! А семья развелась и вернул себе девичью фамилию! Так, еще раз! Селиванюк Зоя Петровна! Да! Предыдущее место работы! Вымя! Вымя! Что? Ну я доила! Дояркой! Слушайте, вы хоть соображаете, куда вы пришли? У нас серьезная фирма! Доярка! Да! Фотографию с собой принесли, пердовик производства! Кто? Своя фотография у вас есть? Есть! Ага, давайте! О! 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 Почему голая? Ой! Это я перепутала! Это Зорька, корова, рекордсмен! Восемь литров! А вот это вот я! Хе-хе-хе! О! Ага! Ага! Восемь литровый год! Утрой! Хе-хе-хе! Ой! Ой, нет, нет! Мы лучше предыдущую фотографию вклеим! А она посимпатичней! Так, ладно! Следующий вопрос! Вас интересует карьерный рост? Метр шестьдесят! Метр шесть... Что метр шестьдесят? Ну ты спросил рост! Метр шестьдесят! Это когда я трезвая! А нет, трезвая тридцать пять сантиметров! Как это? Ну я ж лежу! И вот это вот! Хочет стать финансовым аналитиком! Слушайте! Из вас максимум, что получится, это курьер! А-а-а! А я и курьер! И гузеем! И козлов ем! Так, все, проехали! А проехала я сюда так! Ба-а-а! Сел на 48 трамвай! А там такая давка, что все мои мозги повылазили! У меня у самого скоро от вас все мозги повылазят! Дамочка! Да! Возьмите себе за правила! О-о-о! Я еще за правила! Отвечать только на мои вопросы! Следующий вопрос! Ваше семейное положение! Да! Да! Что да? Да! Я в положении! В каком положении? В тяжелом! Материальном! Мне деньги нужны, сынок! Да какой я вам сынок! Ну, нашли все сынка! Отвечайте только на вопросы! Владеете ли вы персональным компьютером? ПК! Кто? ПК! А ну, ПК! Вы куда пошли-то? Ты сказал, ПК, я и пошла! Я сказал, ПК! ПК! Идите сюда! Ну, ты ПК-то иди сюда! Не знаю, что хочешь! Повторяю вопрос! Вы владеете персональным компьютером ПК? Опять говорит ПК! Ты что, издеваешься, что ли? Так, вы знаете, что такое ПК? Конечно, знаю! ПК и до свидания! А, Петерзень, да побачу! Пошел в баню! Что ты такой тупой сынок? Так! Следующий вопрос! Говорите ли вы по-английски? Не знаю, не пробовала, может и говорю! Переведите на русский язык! This wind begin from the board go along! Дождь, дай помедленней! This wind... Свиние... Begin! Бегут! From the board! За забор! Go along! Голые! Голые! Слушай, какой английский лёгкий язык! Голые! Я и не знал, что по-английски понимаю! Мадам! Да! У вас хоть мозги-то есть, а? Нет! Все мои мозги вытекли в сорок восьмом трамвае! Теперь я знаю, что такое уточка мозгов! Отвечайте только на мои вопросы! Вы умеете отправлять факс? Факс! 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 Все, проехали! А проехала я сюда-то! Вот! Сел на сорок восьмой трамвай! А там какая-то тавка, что все мои мозги повылазили! Да не интересует меня, что у вас мозги повылазили! Меня интересуют ваши навыки офисной работы! Умеете ли вы ксерить? Ксерить! Вы ксерите? Ой, господи! Откуда вы взялись на мою голову? Ну вот откуда вы? В Тарасовке я приехала! В Тарасовке? 40 километров отсюда, Вай! В Тарасовке, 40! У меня мама в Тарасовке живет! Ой! Тут я смотрю голос, мне ее знакомый! Мама! Мамуля! Наконец-то узнал, сынок! Мамуля! Я же тебе в гости приехала! А ты мне же какие-то глупости спрашиваешь! Мамуля! Куда бегут голые звенья? Зачем заработать этот сынок, а? Так! Все расходятся по домам! Место финансового аналитика занято!